Важно то, что мы изменились, ушли от визуализации данных, в визуализации информации. Собственно, как это может произойти? Это же нельзя, но так, да? Мы хотим делать так, и все, завтра мы начинаем работать по-другому. И это так не происходит. Как это происходит? Мы начинаем вместо обычного подхода, который в России применяется. Я думаю, что люди, которые практикуют инфа-браску здесь, или как-то с ней взаимодействуют, что, скорее всего, так и есть, да? Есть некое задание, и надо сделать. То есть кто-то, кто слабо разбирается в инфографике, говорит, надо сделать классно, вот, красиво. Вот, упрись, сделай, что хочешь из себя, и чтобы это было красиво, и чтобы это было понятно. Но суть сводится в том, чтобы было красиво и понятно, нужно изначально поработать с контентом. А, соответственно, кто может поработать с контентом? Тот, кто разбирается в инфографике. Соответственно, что мы стали сами искать темы под подходящим поводом, то, что можно хорошо показать там, где можно сделать графическую историю. И уже с этими темами приходить через директор и главный редактор. И этот подход, собственно, позволен нам делать классные темы. А тема, за что я сама себя продаю. Потом произошло качественное изменение. Помимо того, что у нас был набор технических иллюстраторов дизайна, в котором ели в сайте просто графики, и техническую иллюстрацию. У нас появился, во-первых, человек, который ищет информацию. Потому что зачастую есть два класса линора, у которых есть история. Но про точно есть начало истории, есть конец истории, но нет развития истории. Собственно, тут редактор приходит и связывает это. И из этого получается история. То есть, соответственно, собственный редактор, который работает у тебя, который с тобой говорит на твоем языке, который понимает, как это все делать, показать. Это супер классно. И когда такой человек есть в кармане, соответственно, качество само собой приходит. И дальше, собственно, мы обзорились иллюстратором, вот, Антону Майски, который, да, если нет возможности сделать инфографику, да, в плане того, что на цифрах, на данных, он может написать очень классную картинку. Тем самым, он очень классно излучает. Плюс, если у нас есть инфографика, может быть туда классная картинка. Потому что если в инфографике есть классная иллюстрация, она вдвойне цена. Потому что она хорошая иллюстрация, плюс классная иллюстрация. Вот. То есть у нас есть название файла, допустим, в S3. И есть префиксы, да, то есть вот эти, которые я говорил, как A, A, B. И оттуда берешь деталь, потому что до этого был прототип, и человек рисует в размер. Да, и я просто брал Ctrl-C, Ctrl-V, стоял в то же самое место деталь. Вот. И мы просто прописывали версии. Вот. И потом, обычно, в 10-й версии у нас была готовая вещь. Вот. И конечный файл означал, что вот есть Nord Stream. 8.09 – это полоса, в которой это будет, да. И кто это делал, чтобы человек, который получил этот файл, мог понять, кому прийти. Вот. Все равно представители приходили, спрашивали, кто это делал. Вот. У нас был вот этот такой внутренний и с ними договоренный, как бы, система работы. А дальше. Очень часто люди спрашивают, в чем это делали, и зачем макет делается в дизайне. Вот. Потому что очень часто задание приходило в Орде в виде параграфов, да. То, что дизайнер не умеет понимать. А что есть параграфы, не умеет цифровать. Ну. Вы ужин, я их не могу делать, как внешне. Это очень медленно. Да, поэтому редактор переводит это все в понятный формат, в таблички, в ссылки. И вот, в общем, мы перешли на Google Drive. Google Xe, Google Word. Вот. Они называются он док и спрашивали. Вот. Дальше работаем в иллюстраторе исключительно. Вот. И наш иллюстратор иногда в фотошопе делал какие-то красивости, да, там, потертости. Может, классно. Вот. И там обратно подставляется готовая картинка из иллюстратора в дизайн. И ходит на печать в столах. Соответственно, всем советую, да, и у нас мой брат уже ушел за Microsoft, поэтому смело выбирать Microsoft, да, это гадость. Вот. Прости, Microsoft, да, просто невозможно пользоваться одновременно пятером одним и тем же форматом. Да, а в Google это позволяет, да, и не просто говорить, что ту часть, которую мы сделаем, мы красим там, ну, фончик желтоватым, да. Если Маша захотела что-то изменить, но ей показалось, что эта формулировка не так, или мы ее попросили, она подкрашивает это в синее, да, мы автоматически видим, что это место изменилось. Я беру это место, Ctrl-C, Ctrl-V, заменяю, и опять крашу желтый, да, и мы постепенно видим, как ТЗ проработано полностью и к концу, да, работы у нас ТЗ полностью пройдено, все встанно, все используем, вот, соответственно, Google Drive нам позволяет.